Здравствуйте, друзья! Канцлер Германии Шольц заявил, что Путин потерял полный контроль и ослаб после попытки переворота. Байден заявил, что Путин ослаб и стал изгоем во всем мире. Экс-глава МИДа Британии призвала готовиться к урушению режима Путина. Путинские чиновники говорят, все в элите поняли, этот Россию уже не контролирует. Но лучше всего о том, что будет новая попытка переворота, говорят вот эти бегающие растерянные глазки. Этот 100% знает, что будет следующий переворот. Генерал Суровикин и его зам арестованы и находятся в СИЗО по делу о госизмене. Суровикин знал о подготовке мятежа, но сделал чуть больше, чем ничего. Генерал Суровикин подсказывает следующему, кто возглавит переворот, что на Москву, Вася, надо идти до конца, иначе будешь сидеть в подвале. Освободитель собрался поехать в Украину, чтобы заработать на дачу и завести курей. У меня нет ни семьи, ни детей. Я патриот. В Российской Федерации люблю дядю Вову, нашего любимого. Мы победим. Я хочу прийти живым, здоровым. Купить дачу. Завести курей. Курей решил завести. Тот, кто сам, как курица, будет бегать по полю боя и отвлекать на себя артиллерию. Мы относимся к Калининградскому полку 1486, не прошедшего почти никакого обучения. Закидывают нас, как пушечное мясо. Говорят, отвлекайте артиллерию. Командование не понимает, что творит. Никто ничего не знает. Просто идите туда, не знаю куда. Просто под пулей. Просто скотское отношение. Мы сейчас здесь погибнем и сдадутся все позиции, которые таким тяжелым трудом давались ребятам. Просто за считанные секунды, часы, дни. В нормальных странах задача пехоты – атаковать, защищать, штурмовать, удерживать позиции и побеждать в бою. В России задача пехоты – бегать по полю боя, отвлекать на себя артиллерию. И если повезет, вернуться домой живым и завести курей. Это начальник отдела полиции Подмосковья, майор Вадим Стогов. В субботу, когда повар Путина шел на Москву, он невменяемый, синий, лежал на полу, смотрел комедий-клаб. Президента, которого никто не выбирал, никто особо и не защищает. Омская область, Большереченский район, поселок Токмык. Вот дома, возле которых находится куча дров. Люди заготавливают дрова, чтобы топиться зимой. Вот возле каждого дома куча дров. А теперь внимание. А вон газораспределительная станция. Вот газ, а вот люди топятся дровами. В этом вся путинская Россия. Путинская Россия – это, кстати, единственная страна в мире, в которой у каждого дома у людей есть топоры, но они покорно рубят ими дрова. Громкости добавьте для максимального погружения в патриотизм. Россия, священная наша держава, Россия, любимая наша страна, Охожая моя, великая слава, Твоё достояние на земле вина. Кабина величия и патриотизма. Зашёл, кнопку нажал, тут же ощутил, что все остальные страны нам завидуют. Это 2013 год. Город Донецк. Стадион называется Олимпийский. Так это выглядело до прихода русского мира. А вот так этот стадион выглядит после прихода Великой России. Пришла Россия и стало вполне по-российски. Уютно, тепло, по-домашнему. Специально для обманутого россиянина Почта России. Где бы вы думали, это не Саратов, не Владивосток. Это 23 километра от Москвы, деревня Зюзино, Раменский район. Обратите внимание, скорая. Скорая медицинская помощь. По-моему, она моя ровесница, наверное. Лет 40 ей точно есть. Посмотрите. По-моему, такой машины больше нигде нет. Ни в одной стране мира. Но зато все нам страны завидуют. Воздуха наберите. Новые автомобили в России. За полтора миллиона рублей. Всем привет. Сегодня мы посмотрим цены на УАЗ. Вот она, эта вишенка на торте. Пойдемте посмотрим. УАЗ 3909. 2023 год. Миллион четыреста сорок девять тысяч. Ну что, вот такой вот автомобиль. Полтора миллиона. Вот такой вот аппарат. Вот этот вот дермантин, или как он называется. Еще саморезы такие. Лучше прикол, да? Такое вот все здесь. Даже форточка, как на жигулях, на шестерке. Кто помнит? Которая вот так вот она открывается. Ну, кстати, неплохо ветер так создает она. Ну, блин, в 2023, конечно, это уже такое себе все смотрится. Блин. Я что-то не понял. Даже ручки нет. Ручку даже не сделали. Я что-то не пойму, почему так. Ну, конечно, такое себе все. Вот молотками что-то лупили. Или что это вообще есть? Такие вот все тут швы. Все зачищено болгарками. Россия, кстати, это единственная страна в мире, в которой машины биты и крашены прямо на заводе. А по-другому их просто не собрать. На саморезах просто. Не знаю, очаги вот эти переключения. Тоже все вот так вот понаварено. Тут что-то тоже пытались шлифовать, короче. Такие до сих пор эти трубки, вот эти какие-то там, блин, не знаю, как вот на пылесосе, эти какие-то шланги, блин. Все, вот эти вот висит, короче, какие-то фишки, ну, куда-то аккуратно спрячете ее хотя бы, я не знаю. Ну, вот такой вот агрегат. Один год всего лишь под санкциями. Вот такие машины в автосалоне за полтора миллиона рублей. Руль, сиденье и аварийка. Ну, хоть что-нибудь бы изменили бы в нем, что ли, я не знаю. Покомфортнее, как-то для людей бы сделали. Плафон есть. Работают. Смотрите, переключатель. Офигеть. 23-й год. Вот это вот. Какую-то резинку, короче, поставили. Она идет, идет, бах, прекратилась, да? А дальше нету. К чему она вообще-то была нужна? Смотрите, они, я не знаю, просто там фигачат. Прикол. А это как у дядьки на Зилу стояли в каком-то там 80-каком-то году он работал. Смотрите, петли какие. Просто с амбара с какого-то сняли и покрасили. Я не знаю, это все. Как в том ролике. Весело это или грустно? Это печально. Это, это, братан, тот самый лакомый кусочек для НАТО.